Минимум для максимального комфорта. Администрация Ненецкого округа утвердила положение о минимальных социальных стандартах. Инвестиционные и социальные проекты округа при участии нового партнёра. Администрация региона подпишет соглашение с Банком ВТБ. Более компактно, но не менее всеобъемлюще. В регионе будет принят новый закон об оленеводстве. Вы смотрите новости. С вами в студии Илья Сахаров. Администрация региона утвердила проект постановления о минимальных социальных стандартах в Ненецком округе. Установление в регионе таких стандартов позволит принимать эффективные управленческие решения, направленные на обеспечение жителей региона объектами социальной инфраструктуры и будет способствовать оптимизации расходования средств из окружного бюджета. Минимальный стандарт на уровне субъекта – это минимальный уровень социальной гарантии, который обеспечивается бюджетом региона. Минимальный стандарт разработан по сети бюджетных учреждений в перспективе до 2020 года. За основу взят прогноз численности населения, составленный нами, исходя из статистики, что у нас будет, в том числе по населенным пунктам, по всем. Этот стандарт дает нам право планировать, строить или не строить, расширять или не расширять, чтобы мы понимали, от чего мы отталкиваемся и что у нас будет в перспективе. Минимальные стандарты в Ненецком округе разработаны в сфере образования культуры, физической культуры и спорта. Они основаны на единой правовой базе и общих методических принципах. Главная задача, мы должны утвердить минимальные и социальные стандарты, мы должны сказать людям, в наших населенных местах, что, где будет, а чего, увы, не будет. Большого театра на Рейнмаре никогда не будет, но необходимый перечень, который мы с прописанным должен быть, а дальше мы абсолютно правильно, мы уже двигаемся дальше, это и социальный кодекс, и образовательный уровень. Установление в регионе таких стандартов позволит принимать эффективные управленческие решения, направленные на обеспечение жителей региона объектами социальной инфраструктуры и будет способствовать оптимизации расходования средств из окружного бюджета. В Ненецком округе объявлено о начале общественного обсуждения стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. Предыдущий вариант стратегии подвергся корректировке. Найти проект стратегии можно в разделе «Стратегическое планирование» на официальном сайте Департамента финансов и экономики. Департамент финансов направил уведомление о начале общественного обсуждения стратегии развития Ненецкого округа всем органам исполнительной власти, собранию депутатов, счетной палате, уполномоченным и во все муниципальные образования. К обсуждению приглашают и жителей Ненецкого округа. Срок, в который можно вносить свои предложения, проект стратегии установлен до 17 июня с тем, чтобы до конца месяца можно было доработать проект и направить его в Министерство экономического развития. Напомню, ознакомиться со стратегией развития региона до 2030 года можно в разделе «Стратегическое планирование» на официальном сайте Департамента финансов и экономики. Администрация Ненецкого округа заключит соглашение с Банком ВТБ. Проект соглашения одобрен в ходе очередного заседания администрации региона. В рамках сотрудничества ВТБ намерен участвовать в инвестиционных и социальных проектах округа, приоритетных национальных программах. Кроме того, банк готов рассматривать предложения по кредитованию на взаимовыгодных условиях организации, которые реализуют значимые для экономики региона проекты и программы под государственной гарантией НАО. Ожидается, что соглашение окажет содействие развитию банковского сектора и экономики округа в целом. В нашем случае в рейтинге Агентства стратегических инвестиций, в национальном рейтинге наш субъект Ненецкий автономный округ пока в доступности банковской услуги, банковских кредитов получает очень низкую оценку. Поэтому с заключением соглашения с Банком ВТБ мы надеемся на оживление кредитования, в том числе малого и среднего бизнеса, что в принципе намерен делать Банк ВТБ. Подписание документа планируется в конце июня во время визита делегации ВТБ в Наринмар. Первый офис банка открылся в Ненецком округе только в мае этого года. Помимо ВТБ, банковские услуги населению и организациям также оказывают Сбербанк России, Финансовая корпорация «Открытие» и Московский индустриальный банк. В Ненецком округе появится новый закон об оленеводстве. Он одобрен администрацией Ненецкого округа и направлен для рассмотрения в региональный парламент. Как отметил заместитель губернатора региона Олег Белак, основная причина разработки абсолютно нового документа – это противоречие значительной части его положений федеральному законодательству, а также проблемы, связанные с правоприменением. Часть обязательств, закрепленных в законе, были фактически невыполнимы, а также несовершенно сама структура действующего документа. Принципиальное отличие предлагаемого законопроекта – его ориентация на практическое применение. По словам вице-губернатора, новый закон более компактный. Законопроект устанавливает основные правовые отношения в области оленеводства, а также в области социальной поддержки оленеводства. Законопроектом определены три главные цели – господдержка оленеводов, направленная на увеличение объемов производства, переработки и реализации продукции оленеводства, обеспечение сохранности и рационального использования оленей пастбищ, социальная защита оленеводов и членов их семей. Но между тем в регионе началась подготовка к празднованию Дня оленя. Мероприятия пройдут в хозяйствах округа, запланированы со 2 по 10 августа. Перечень мероприятий, связанных с празднованием Дня оленя и порядок их проведения, утвердили на заседании администрации округа. С этого года полномочия по организации праздника переданы в Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО. В перечне мероприятий, приуроченных празднованию Дня оленя, содержится 5 мероприятий. Это доставка участников праздника к местам его проведения и обратно, проведение отраслевого соревнования среди оленеводческих бригад и оленеводческих хозяйств, награждение охотников за отстрел хищников, чествование ветеранов и проведение соревнований по национальным видам спорта. Всего на организацию мероприятий предусмотрено более 9 миллионов бюджетных средств. В целях строительства ливневой канализации на автомобильных дорогах общего пользования округа принято решение о разработке предпроектной документации. Старые деревянные дома как угроза пожаров на территории округа. Подтверждением служит статистика, какой выход предложен из сложившейся ситуации. Устранение причин возникновения подтопления населенных пунктов. Этот вопрос обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В частности, речь шла о мероприятиях, проводимых округом, городом и районам по недопущению подтопления территорий и о выполнении требований по ограничению предоставления земельных участков для капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий. Несмотря на то, что паводок уже позади, вопрос в повестке дня не снят. Ведь подготовка к следующему половодию в регионе с учетом всех минусов и плюсов начинается сразу после прохождения очередного ледохода. Важно понимать, какие конкретно меры разработаны по устранению причин подтопления населенных пунктов и какие инженерные работы проведены в муниципалитетах по отводу от талых вод. Администрации города противопаводковые мероприятия поделены на два этапа. Первое – это оперативные работы, которые проводятся у нас перед каждым весенним паводком. Она включает в себя укрепление насыпей, объезд, осмотр мест, где возможно подтопление. Это работа с населением. Ну, в общем, собственно, здесь оперативная работа, и мы ее все видим, все понимаем. Еще одна мера принятой администрации Наринмара – изменения в генеральный план города. Они касаются строительства дамб в тех местах, где вода находит лазейки в период паводка и потапливает территорию города. Противопаводковые мероприятия проходят и в Заполярном районе. Так, в 2014 году Приморско-Куйскому сельсовету было выделено 10 миллионов рублей для устройства защитной дамбы. Особое внимание в районе уделено защите земельных участков от подтопления. При проведении вертикальной планировки отсыпка участков должна быть не ниже безопасной. Был привлечен специализированный институт для проведения. Это департамент природных ресурсов и АПК для проведения исследования гидрологической ситуации по печери с целью разработки мероприятий по недопущению подтопления некоторых населенных пунктов. Особое внимание подготовке земельных участков под массовое строительство уделено и в округе. В целях реализации региональной госпрограммы обеспечения доступным и комфортным жильем предусмотрен целый ряд мероприятий. Укрепление откосов территории вертикальной подготовки в районе многоквартирной застройки по улице Авиаторов. Планируется включить в программу в связи с непередачей на сегодняшний день администрации муниципального образования городского округа проектной документации по объекту укрепления переговорной линии территории застройки в районе улицы Авиаторов. Также вертикальная планировка земельных участков в районе поселка Старый Аэропорт, улица Авиаторов, для представления гражданам, имеющих трех и более детей. Вертикальная планировка территории в районе улицы Меньшикова с выносом инженерных сетей. Подготовка территории участка в районе улицы Постозерская, база ОПХ. Вертикальная планировка земельных участков также в районе поселка Старый Аэропорт, для представления гражданам, имеющим трех и более детей. Плавает округ не только от поводковых вод. Талы, воды и дождь тоже доставляют немало хлопот. Поэтому в повестке дня вопрос по очистке канализации и устройств по пропуску воды под автомобильными дорогами. В текущем году Наринмат Доримстрой проведет очистку дренажных колодцев и водопропускных труб от мусора и грязи в окружной столице. В целях строительства ливневой канализации на автомобильных дорогах общего пользования округа принято решение о разработке предпроектной документации. Ливневая канализация должна быть построена с учетом существующей застройки и инженерных сетей. На основании полученной предпроектной документации предполагается выполнить работы по разработке, собственно, проекта утвержденного варианта ливневой канализации, а предусматривается наиболее оптимальный вариант устройства строительства закрытой ливневой канализации с устройством дождеприемных колодцев в проезжей части дорог Первомайская, улица Хатанзийская, улица Бучейского, с последующей очисткой стоков на блочных очистных сооружениях. Длина ливневой канализации ориентировочно составит 5 километров. Сейчас рассматривается вопрос о продолжении работ проектирования и само строительства. Мария Владимирова, Елена Семеновичева, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Пожароопасный период в Ненецком округе будет установлен уже в июне. В соответствии с правилами пожарной безопасности, утвержденными правительством России в период пожароопасного сезона в лесах, запрещается разводить костры в хуйных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев, выжигать хворост, бросать горящие спички, окурки, стекло, оставлять пропитанные горючими веществами материалы, а также заправлять топливные баки, двигатели внутреннего сгорания в работающем состоянии. Сжигание мусора разрешается производить только при отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям погоды и под контролем ответственных лиц. В этом году еще одним мероприятием по подготовке региона к пожароопасному сезону стало создание на базе Ненецкого лесничества региональной диспетчерской службы лесного хозяйства и организации ее функционирования. Телефон службы РДС 40173. Обратившись по нему, граждане могут сообщать информацию о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах. Также в экстренных ситуациях жители круглосуточно могут обращаться в единую диспетчерскую службу 112. С начала июня на территории Ненецкого округа произошло два возгорания расселенных жилых домов. Об этом сообщил первый заместитель начальника МЧС России по Ненецкому округу Виктор Ивкин. В связи с чем глава муниципальных образований рекомендовано ускорить решение вопроса сноса расселенного жилфонда. Так, 1 июня в поселке Хангури полностью сгорело ветхое деревянное строение общей площадью 56 квадратных метров. В доме никто не проживал более 10 лет. В целом в поселке порядка 10 бесхозных домов. От электричества они отключены, в целях безопасности окна в них заколочены. Аналогичный пожар произошел 5 июня в городе Нринмаре по улице Зеленая, дом 18. Уже не в первый раз загорелся двухэтажный дом, в котором никто не проживает. Распространение огня на соседние здания не допущено. Обращаю внимание главам муниципальных образований. Еще раз посмотреть по расселенным домам. Составить план по расселению и также по сносу данных объектов. Данные планы направить в адрес главного управления. Как отметил Виктор Ивкин, проблема расселенных домов, подлежащих сносу, остро стоит во многих населенных пунктах. Они всегда придут на помощь. В России отмечается День социального работника. Тем, чье сердце неравнодушно к бедам и чаяниям других, а работа является призванием, вручили заслуженные награды. Помогать людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Именно этим занимаются люди, которые решили стать социальными работниками. Этот праздник ежегодно отмечается в нашей стране 8 июня уже с 2000 года. Елена Семеновичева выяснила, как его празднуют в нашем округе. В прошлом акушерка родильного отделения Ирина Зоева более 16 лет назад решила войти в эту довольно непростую профессию социального работника. Работа по оздоровлению пожилых людей и инвалидов, говорит Ирина Владимировна, приносит только положительные эмоции. Мне нравится с пожилыми людьми, конечно, работать, общаться с ними. Очень многого от них узнаем мы. Им нравится к нам ходить. Те, кто несет эту благородную миссию, в профессиональный праздник принимают поздравления. Скромные, но с большим сердцем и огромным терпением они не привыкли быть в центре внимания. За официальным социальным сочетанием социальный работник стоят прежде всего высокие человеческие качества, такие как милосердие и сострадание, терпение и готовность всегда оказывать содействие тем, кто вот он не нравится, стремление облегчить жизнь своим подопечным, принести им радость. В Ненинском округе на сегодняшний день работают три крупных учреждения социальной направленности, которые напрямую работают с населением и помогают им. Это отделение социальной защиты населения, комплекс социального обслуживания населения и пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Специфика работы этих учреждений абсолютно разная, но все они призваны облегчать жизнь людям. День социального работника – это праздник доброты, это праздник милосердия, это праздник человеколюбия. Это еще один лишь день, когда население может вам искренне сказать спасибо, пожелать вам здоровья, благополучия вашей семье, ну и, конечно же, гармонии в душе для того, чтобы все, что вы отдаете людям, обязательно вам вернулось. На этом поздравления не закончились. Для всех тех, чья профессия – помогать тем, кто больше всего нуждается в помощи, выступила вокальная группа «Конфетти». Просто, просто мы маленькие звезды, пойм вместе с нами, танцуй вместе с нами. Елена Семеновичева, Вадим Стасюк, телеканал «Север». С этого года главные государственные награды региона будут вручаться в торжественной обстановке один раз в году, 12 июня в День России. Такая инициатива главы Ненецкого округа Игоря Кожина ранее была поддержана депутатом и закреплена в соответствующем окружном законе. В этом году, помимо прочих, жителям региона вручат памятную медаль «Патриот России» и почетный знак за активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации. Награды за патриотическое воспитание и почетный знак за активную работу по патриотическому воспитанию учреждены в соответствии с постановлением правительства в 2006 году. Эти награды с 2007 года вручают за развитие системы патриотического воспитания и за отличие патриотической деятельности. В этом году почетные награды получат и в Ненецком округе. Награждается школа Силаума, средняя школа Силаума за активную работу. У них очень много достижений, но одно из таких наиболее главных, глобальных, это создание сайта. И плюс еще все-таки сельская школа, не очень много школьников, но вот работа ведется очень активно. Также были определены три представителя нашего региона, кому будет вручена памятная медаль «Патриот России». Ее удостоены Сергей Хабаров, Галина Калий и Екатерина Михеева. Все остальные организации и люди, которые заявлялись на получение этих наград, не остаются без внимания. Они получат благодарственное письмо губернатора Ненецкого округа за вклад в патриотическое воспитание граждан НАО. Подобные награды один человек или организация может получить всего один раз в жизни. Летом юных наринмарцев ждут культурные каникулы. Познавательная и развлекательная программа, которую подготовили для них окруженные учреждения культуры, рассчитана на разные возрастные категории и вкусы. Музей-заповедник Пустозерск предлагает посетителям детских площадок лекции по природе Нижнепечорья, истории Пустозерска и раскола, рассказы о протопопе о вакууме, а также стрелецком войске. Для школьников помладше музейщики проведут занятия и мастер-классы. В Ненецком краеведческом музее весь июнь будет работать интерактивный музейный комплекс, посвященный дружбе народов. В июле и августе для юных жителей и гостей наринмара будут проводиться экскурсии, игры и викторины по страницам истории родного края. В Ненецкой центральной библиотеке будет проходить ежегодная акция «Литературное лето». Во Дворце культуры Арктика стартовал проект «Культурные каникулы», который продлится до начала учебного года и рассчитан на детей от 7 до 11 лет. Сотрудники этого культурного центра познакомят юных гостей с культурой, обычаями и традициями народов, проживающих в регионе, а также научат мастерить своими руками игрушки и сувениры, играть в народные игры. Центр арктического туризма предлагает своим маленьким посетителям детский туристский аттракцион «Веревочный парк» и стать участниками тематических этнографических программ. И на этом все. Посмотреть наши новости вы также можете и на сайте по адресу www.trksever.ru. Ну а далее прогноз погоды.